Я думаю, что политика идет правильная, направление тоже правильное, то, что люди говорят, даже мои друзья говорят, хвалят президента и рассказывают даже, как у них было и как все это быстро превращается. Вот сегодня я, например, задал вопрос по вашему старому району, за счет чего это менялось, за счет частных средств, а он говорит, нет, государство во всем помогало, президент во всем помогал, каждому подходил, но это очень хорошо, хорошо, когда болеют за свой народ, так скажу. Именно по Дербенту, потому что у нас самый близкий, и самый близкий для нас соседей, это получается Азербайджан. Мы сейчас собираемся строить гаван, который будет между Азербайджаном, туристическим астетом, между Азербайджаном и Дербентом. Потом мы собираемся делать, например, для иностранцев, которые придут в Азербайджан, чтобы они одновременно могли 72 часа без визового режима посетить и Дербент, именно Дербент, как я говорю. Также мы хотим сделать, чтобы скоростной поезд был между Дербентом и Баку. Также вот сейчас, ну, наверное, мы уже все знаем, собираются золотой мост сейчас ремонтировать, облегчить процедуру самого перехода. Сейчас там идет накопление, я сейчас именно понял, что ваш президент пошел на встречу, и наш тоже пошел на встречу, и получается будет сейчас облегченный вариант, не будет такого скопления, как тогда и трубу было. Если у нас вот это все три пункта, даже четыре пункта, включая, что для иностранцев будет безвизовый режим на 72 часа, поток туристов очень сильно. Дербент увеличится, и люди, наверное, больше будут сравнивать уже Дербент, ставить Дербент и Баку, как идет, и будут видеть, как здесь все меняется, как у вас здесь менялось, но точно так же, как меняется у нас. Сегодня у нас, например, встреча была с вашими архитекторами, очень мне они понравились, они уже сходу сказали, мы то делали, мы это делали, и мне понравилось, когда они уже знают, вот ошибка была там такая-то, вот ее надо сейчас сделать вот такой-то. Они уже на ошибках, которые были здесь, уже мне подсказывают, как я должен правильно вести, но для меня это опыт, большой плюс. У нас взят пятилетний план, вот в течение пяти лет, да, мы думаем, что это будет, потому что у нас на сегодняшний день только начало изменения, в первую очередь инфраструктуру, наверное, будем менять, а потом уже, чтобы параллельно будем вести, чтобы получилось. Ну, в течение пяти лет, я думаю, что будет. И мы включили Дербент, тоже Гаван, да, уже у нас есть проект готовый, мы ее уже выставляли, показывали, и что у нас будет именно, ну, из Гавани, чтобы у нас Дербента было. Уже место есть выделено, есть уже проект утвержденный, да, и сейчас будем, какой круиз пойдет, именно круиз какой будет. То есть момент маршрута будет выясняться? Маршруты, да, маршрут, да, потому что то, что нам предлагают, что они именно для Каспийского моря годятся, и как он будет идти, Махачкала, Дербент, Баку, да, может быть, даже другие страны заданем, там, может, Иран, Казахстан возьмем под себя, ну, посмотрим, если получится. Это для нас хорошо. Вот сегодня мы подписали, уже подписали один контракт, это на 5 миллионов долларов, есть такой ресторан или развлекательный центр, в виде золотой рыбки, два этажа. Да, центр, вот, компания Карвал, да, Карвалнель, вот эта компания, и она уже заключила, у нас уже макет есть, и через 2 недели они, не через 2 дня, через 2 дня они приезжают к нам, вместе с архитекторами, и мы уже решаем, куда ставить. Сегодня мы как раз заходили в маленький макет, посмотрели, да, вот, девочки смотрели, ребята наши посмотрели, всем очень понравилось, да, и думаем, мы поставили именно в самом внутрь моря, И когда приходили, будут приходить, ты можешь не только пообедать, или там бизнес-центр что-то провести, но ты можешь еще загадать желание, да, и это желание, чтобы исполнялись. Ну, символически, но, если хотите, потом вам покажут фотографии этого проекта, это очень интересный проект, да, и большинство уже знают в Дагестане, что он будет, да, и насколько он исполнен, сегодня как раз нам показали уже, каркас готов.